Всем привет! Покажу такую довольно большую закупку продуктов. Сегодня мы с мужем ездили в магазин Чижик и в магазин Глобус. Находятся они недалеко от нас, в городе Комунарка. Комунарка уже относится к Москве. Так, в Чижике мы потратили 1650 рублей, и в Глобусе мы потратили 3700. Вот, буду распаковывать сумки и буду вам показывать, что мы купили и сколько это стоило. Так, начинаем с Чижиков. В Чижике закупились вот одна у нас полная сумка. Первый раз беру от бренда Тафо бумажные полотенца, 4 рулона, двухслойные, упаковка из 4 штук, стоила 140 рублей, совсем недорого. Так, смотрим дальше. Вот буду вытасывать, что мне попадается. Чипсы. Огроменная упаковка, 250 грамм, сметана и лук, 140 рублей. Муж себе купил, но я, может быть, пару штук тоже утащу у него, попробую. Так, тоже вот такой большой пакет. Это повторная покупка. Я уже покупала от Гринолла. Гавайская смесь, вполне себе неплохая. Здесь у нас, по-моему, да, 800 грамм, прям она такая большая. Стоила 120 рублей. Сыр. Сыр Арла Натура. Сыр сливочный. 400 грамм в упаковке. 300 рублей. Хорошая цена. Поэтому взяли две штучки. Так, дальше. Что тут у нас? Лечо. Лечо тоже, кстати, от бренда Гринолла. Смотрю в чеке, сколько стоило Лечо. Здесь 680 грамм. Цена 90 рублей. Ну, на вид, смотрите, очень-очень много перчика. Я надеюсь, все будет вкусно. Так, купили два сока. Вот немножко помялась, да, упаковка. Сады Кубани. Литр я выбрала. Вишня, яблоко. Нектар, да, это у нас не сок. Нектар. 70 рублей. И еще один. Уже просто яблоко. Тоже 70 рублей. Так, молоко. Молоко вот такое, святаево. Молоко цельное. Я мужу такое молоко уже покупала. Он сказал, что вполне себе неплохое. Поэтому в этот раз повторили. Так, пытаюсь найти в чеке. Так, 63 рубля. Очень недорого. Так, муж себе взял печенье. Так, печенье. Кухмастер клубничная тарталетки. Выглядит на упаковке, кстати, очень симпатично. Стоила упаковка печенья 70 рублей. Так, конфетки мы купили. Во-первых, вот такое. Вот такие конфетки. Птичье молоко. Так, птичье молоко. Паковочка стоила 110 рублей. И за 90 рублей мы купили батончики от Ротфронт. Так, и последняя покупка. Она непродовольственная. Вот такой бренд Деливея. Он представлен в Чижике. Там есть шампуни. По-моему, гели для душа. Я решила взять ополаскиватель для рта. 70 рублей. И здесь огромный объем. 520 миллилитров. Ну, попробую. Так, с Чижиком все. Мы с вами первую сумку распаковали. Убираем. Сумку номер 2 пришлось распаковать без вас. Тут все очень тяжелое. Это уже покупки из Глобуса. Муж выбрал себе напиток Тархун. 2 литра. Бутылка стоит 99 рублей. От черноголовки. Единственное, эти бутылки 2-х литровые. Они идут в пластике. Но муж, как вы видите, одну бутылку уже открыл. Попробовал. Сказал вкусный, хороший Тархун. Так, также муж выбрал квас. Очаковский. Так, вот пытаюсь найти его в чеке. Квас стоил 65 рублей за 2-х литровую бутылку. Муж тоже решил сразу 2 бутылки взять. И купили мы кое-какой алкоголь. Во-первых, муж решил попробовать виски нашего отечественного российского производства. Фоллерс виски выбрал. Здесь у нас пол-литра. И бутылка стоила по акции 400 рублей. Виски вроде как пятилетней выдержки. Ну, не знаю, посмотрим. И вот такой ликер я углядела. Лимончелло. Ну, конечно, это не итальянский ликер. Лимончелло. Это, грубо говоря, какая-то подделка. Наше производство. Решили, наверное, попробовать тоже сделать ликер а-ля лимончелло. Стоил он с какой-то скидкой 425 рублей. Кстати, смотрите, он крепкий, да, 30% алкоголь. Ликер этот крепкий. Пить надо в охлажденном виде. Ну, попробуем. И сейчас распакуем с вами третью сумку, тоже из глобуса. Так, и последний пакет из глобуса. Две упаковки сразу купили мы вот каши. Это у нас у Велка. Доброе утро, 6 лаков. Я такие хлопья мужу покупала. Он сказал, что очень вкусные. Наверное, самые вкусные. Поэтому сразу для него взяли две упаковки. Ну, я такие не ем. Ну, раз он любит, пусть. Так, я для себя взяла вот такие хлебцы гречневые. 40 рублей упаковка. Очень, кстати, вкусные. И с сыром, и с колбаской, да и просто так. Бананы. Несмотря на то, что килограмм стоит 100 рублей, с трудом выбрала 3 бананчика. Остальные были уже какие-то такие прилично подгнившие. В общем, 3 банана у меня получились на 700 грамм и на 70 рублей. Так, мясо. Свиная лопатка на косточки. Килограмм 340 рублей. Кусочек на 113 пойдет на суп. Так, картофель. Тоже, кстати, выбрала с трудом. Картофель Египет. Несмотря на цену 90 рублей за килограмм, с трудом взяла вот чуть больше, хотела сказать, полкило. Ну, в общем, 700 грамм с трудом набрала. Да, картофель был очень плохой. Какой-то зеленый, в то же время гнилой. Так, сыр. Сыр золота Артура. 50% жирности. 820 за килограмм. Кусочек на 185. Сыр, кстати, очень подорожал. И еще кусочек сыра взяла. Этот был по акции. Я очень люблю. Такой твердый сыр. Вкусный. Грювер. Цена сегодня по карте была 950 за килограмм. Кусочек на 290. Хороший сыр. Так, на бутербродики. У Женина запеченное, собственно, производство Globus. Килограмм 750. Кусочек на 276. Ну, копейки я округляю. Так, что еще мне попадается? Попадаются груши Conference. Вполне себе неплохие. Так, цена по карте была сегодня 260. Вот этот пакетик получился на 329 рублей. Так, хлеб Дарницкий. Так, сколько он у нас стоил? Так, пытаюсь найти в чеке. Что-то я его не вижу. А, вот Дарницкий нарезка. 27 рублей нарезка полбатончика. Так, еще вот такой хлеб. Батон нарезной. Коломенская. Я могу говорить, что от Коломенского. Батон достаточно вкусный. 48,50 он стоил. Так, что у нас там осталось? Кости. Для моих подшефных собак. Это кости, как я их называю, лысые. Это просто грызть. Кашу на них не сваришь. Свиные кости. Большой пакет на 7 рублей. Но это я им просто отвезу. Будут грызть, точить зубки. Так, что осталось в пакете? Еще кусочек мяса. Это у нас свиной карбонат. 520 за килограмм. Кусочек, ровно, да, на полкило получился. На 260 рублей. Так, колбаска. Вот эту колбаску себе взяла. Рублевский. Так, сервелат финский. Сколько у нас здесь в упаковке? 350 грамм. По-моему, он был по акции. Сейчас попробую его найти. Да, был по акции. 330 за вот этот кусочек. Так он дороже. Так, и остались мелочи. Зубная нить. Данталекс. 160 рублей 50 метров. И батарейки. Мужу нужны были вот такие батарейки. Упаковочка из 5 штук обошлась. 160 рублей. Ну что, все сумки разобрали. Вот такие у нас покупки. И такие в Москве цены. Жду ваши комментарии. Всем пока.